Четыре пансионата на Иссыкуле, состоящие на балансе юридических лиц Узбекистана, перейдут в собственность Кыргызстана в соответствии с документами, принятыми в 1992 году. После распада из СССР это имущество начали делить. В 1992 году стороны договорились, что пансионаты становятся собственностью Кыргызстана, но пользоваться ими могут юридические лица других стран СНГ. То есть Кыргызстан начал получать за эти пансионаты арендную плату. Ежегодно от их работы в бюджет страны поступало 11,5 миллионов сомов в виде налогов. Напомним, распоряжение о переводе пансионатов Рахат, Золотые пески, Бустон и Дилуром в Иссыкульской области на баланс Кыргызстана подписал премьер-министр Тимир Сариев. Отразится ли процесс передачи на работе домов отдыха, выясняла Эльнура Мудокадырова. Уже через пару месяцев на Иссыкуле начнется туристический сезон. Сейчас пансионат Рахат, как и другие, пустует. Амангель Дебалхабаев 23 года, работает здесь садоводом. Как дальше будет работать пансионат, мы не знаем. А нам, сотрудникам зоны отдыха, например, без разницы, кто будет директором. Мы будем и дальше заниматься тем, чем мы занимались ранее. Главный бухгалтер пансионата Дилуром, как и другие работники, обеспокоены дальнейшей судьбой объекта. Она рассказывает, что учредитель пансионата узбекский банк ОСАКО не имеет какой-либо задолженности перед государством. В прошлом году здесь приняли 1600 человек. Получили 17 миллионов суммов чистого дохода, говорит она. Мы готовимся к сезону, чистка территории в основном. Но уже некоторые турфирмы, которые постоянно с нами работают, мы с ними уже много лет работаем. У нас постоянные клиенты есть, которые приезжают отдыхать только в наш пансионат. Уже поступают заявки, бронируют места. Поставлена точка по вопросу, который не решался почти 25 лет. До юра пансионаты принадлежали Кыргызстану, а де-факто доходы уходили в Узбекистан. Многие местные жители из Сыкульской области поддерживают решение правительства. Конечно, было бы отлично, если бы доходы поступали в нашу казну. Многие здесь так думают, не только я. Наши объекты должны работать для нашего государства. Эти объекты лишь считались пансионатами узбекской стороны, считают в правительстве. И теперь сделан принципиально важный шаг. И он требовал волевого решения. В соответствии с соглашением по странам СНГ 1992 года, все страны, которые вышли из состава Советского Союза, договорились о том, что все имущества, находящиеся на территории данной республики в тот момент, остаются собственностью этого государства. К сожалению, в течение 25 лет этот вопрос не решался. Что получается теперь? Фактически была проявлена воля руководства страны, президента, премьер-министра. Как отметил глава Минэкономики, раньше у Кыргызстана не было политической воли, чтобы вернуть в собственность используемые Узбекистаном пансионаты, так как Кыргызстан по многим экономическим вопросам зависел от Узбекистана. К примеру, через их территорию шел транзит электроэнергии. Также юг получал узбекский газ. Сейчас ситуация изменилась после завершения строительства линии электропередачи Датхакимин. Поставки газа отрегулированы Газпромом. Кроме того, построены дороги в обход узбекским анклавом. Пансионат «Золотые пески», расположенный в селе Бостере Иссык-Кульского района. Общая площадь 28 гектаров. Пансионат «Диларом», расположенный в селе Караой Иссык-Кульского района. Общая площадь 21 гектар. Пансионат «Рахат-НБУ», расположенный в селе Караой Иссык-Кульского района. Общая площадь 19 гектаров. Пансионат «Бустон», расположенный на территории Кунчагышского Эльного Аймака Тонгского района, общая площадь почти 11 гектаров. Общая площадь всех четырех пансионатов равен 80 гектарам. Фонду госимущества поручено обеспечить проведение инвентаризации и оценки имущества, сохранность и дальнейшую эксплуатацию объектов. Между тем, доходы от управления и распоряжения другими пансионатами, национализированной у семьи Бакиевых и их приближенных, составили более 2 миллиардов сомов. К примеру, шесть лет назад национализированный санаторий «Аврора» сейчас работает круглогодично. Отдыхающие довольны сервисом. Номера в корпусах хорошие, говорят они. Санаторий обладает дендропарком, прудом с пресной водой, биосферным заповедником. Поэтому государство сможет в дальнейшем так же, а может быть еще лучше, сделать сервис в четырех пансионатах Иссыкуля, уверены специалисты.